Ну что, друзья, предыдущее видео с безумной бизнес-идеей нашло широкий отклик. Мне говорят, давай, давай, давай. И сегодня я решил еще снять одно видео с еще более безумной бизнес-идеей. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но вы знаете, что сейчас уникальная ситуация. Страна находится в тяжелом положении. И этим появляются новые возможности. Всячески в предыдущем видео я рассказывал о том, что есть идея, бизнес-идея, как бы гонять автомобили, откуда-нибудь китайские автомобили из Казахстана и в багажнике набивать импортные лекарства, индийские в частности. И на этом можно зарабатывать. На самом деле, эта идея даже подтверждение нашла. Говорят, что в Казахстане сейчас пользуются повышенным спросом автомобили, потому что они там стоят дешевле, чем в России, о чем я, в общем-то, и говорил. Я навел справки и выяснил, что сейчас сухопутные границы, к сожалению, с Россией достаточно проблематичны. Но это значит, что если найдем лазейку, то, собственно говоря, все это возможно. Тем более, что в Казахстане очень много русскоязычных. Наверное, можно что-то придумать. Ну, а сегодня совершенно безумная бизнес-идея, совершенно другая, абсолютно другая, но и более безумная еще может быть на первый взгляд. Но давайте подумаем, почему бы и нет. Итак, смотрите. В России сейчас большая часть золотовалютных резервов заморожена. Ну, там больше половины, насколько я понимаю, заморожена в активах в США, в европейских активах. Ну, все позаморожено, все запрещено. И поэтому возникла острая нехватка в долларах. Понимаете, да? Вот. Причем давайте посмотрим, какая часть золотовалютных резервов заблокирована. Заблокирована как раз часть, которая находится в долларах в различных странах. Сейчас доступна, по крайней мере, ну, какая-то часть в юанях. Там, насколько я помню, 13% золотовалютных резервов находится в юанях. Они, в принципе, доступны, но этого очень мало. И золото, металлическое золото, в основном находится на территории России. И не забываем, что Россия ведущая страна мира по как раз добыче золота. При этом перекрыта возможность продавать золото, ну, по свифту. То есть, достаточно жестко. И Америка настаивает, что, значит, там, все страны будут наказывать за то, что страны покупают золото российское и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, хотят обескровить нашу страну. Мы можем, есть такая идея, помочь стране с пополнением, во-первых, валюты и с продажей золота. То есть, буквально, покупать металлическое золото в России, вывозить его за рубеж, там продавать за доллары и ввозить сюда доллары. Вот такая бизнес-идея. Но, кажется, полный бред, на самом деле. Ну, давайте подумаем. Смотрите. На валютном рынке сейчас вполне можно купить золото. Причем утверждается, что это металлическое золото. И я смотрел на вебинаре «Открытие брокер», что его вполне можно поменять на металлическое золото. Буквально. То есть, мы покупаем реально металлическое золото. Если мы покупаем его на бирже и не собираемся его вводить, то оно хранится абсолютно бесплатно где-то там, ну, у брокера, насколько я понимаю. Но можно написать заявку, и брокер говорит, что да, выдадим золото металлическое. На вебинаре сказали, что слитки размером 500 грамм и килограмм. Вот так. Давайте посмотрим. Сейчас вы видите на... Вот в стакан цен, как золото продается. И вы видите, вот на красном фоне очень характерно, значит, лоты по 6439 рублей за один лот. Здесь 30 тысяч лотов заявочка. И по 6440 еще здесь стояло 500 лотов. Дальше стоит еще 500 лотов, еще 500 лотов, еще 500 лотов, еще 500 лотов, еще 500 лотов. То есть, это достаточно большие заявочки на продажу. Ну, там я посчитал, в принципе, не такие уж и большие, там, 150 миллионов рублей, но не такие уж и маленькие, согласитесь. Я думаю, что это какие-то, ну, Центробанк продает золото за рубли. Вот. Ну, зачем золото за рубли продавать? Ну, для того, чтобы пополнять бюджет как-то, я не знаю для чего. Смотрите, какая идея. То есть, мы можем купить это золото, буквально. И вот, ну, сейчас я вам покажу. Вот то, что я сделал. Я купил уже 11 лотов. 11 лотов, средняя цена, ну, до последней заявки 6370. На самом деле, я купил уже 11 лотов. Я купил немножечко раньше, так сказать, там по 7 с лишним тысяч купил. Ну, как бы, я на этом немножечко потерял, но это золото, оно не имеет срока экспирации, это не фьючерс и так далее. И смотрите, что получается. Теоретически я могу забрать это золото. Если я покупаю, смотрите, 10 грамм, это, ну, в районе там 6 с половиной тысяч по текущим ценам, так? 100 грамм, это 65 тысяч. Килограмм 650 тысяч, насколько я понимаю. Килограмм золота. И не такие уж и большие цены, не такие уже большие деньги. Что такое килограмм? Ну, вы прекрасно понимаете, что такое килограмм. Вы его можете, ну, как бы, что-то килограмм сахара все знают. Вот, ну, соответственно, килограмм золота, это, ну, такая гирька с килограмм. Она очень небольшая, поэтому можно взять там несколько килограмм золота, буквально, так сказать, в ручной кладе пронести в самолете. И улететь куда? Туда, где можно свободно продать золото. Куда сейчас летают самолеты? Это Арабские Эмираты. Арабы очень любят золото, и наверняка там можно найти места, где можно будет продать это золото за наличные доллары. И потом ввести эти наличные доллары сюда, и здесь их продать. И здесь их продать, и будет очень хорошая прибыль, потому что, ну, доллары сейчас очень здорово в цене. Я такой думаю, ну, хорошо, значит, безумная идея такая. Понятно, что пронести контрабандой на самолет золото, наверное, вряд ли получится. Я решил посмотреть правила вывоза золота, так сказать, надо его декларировать или не надо, и так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, ну, действительно, на самом деле надо декларировать золото. Кажется, что это вообще вот безумно бредовая идея, но оказывается, что не так, чтобы. Дело в том, что для того, чтобы вывозить золото за рубеж, надо всего лишь зарегистрироваться в качестве участника внешнеэкономической деятельности, и зарегистрироваться в качестве бизнеса, вот именно вывоза золота за рубеж. То есть там просто берем и регистрируем, это какая-то палата меры весов, что ли, так сказать, там, ну, что я купил вот это самое золото, оно зарегистрировано. Дальше я беру, значит, говорю, что вот я официально купил вот этот вот слиток, значит, я официально его выложу, потому что я его купил абсолютно легально. Да, зарегистрировать этот бизнес, ну, участника внешнеэкономической деятельности можно юридическому лицу, включая ИП, буквально, вот, буквально. Вот, и, значит, я совершенно спокойно вывожу, сколько смогу вывести. Но при этом я прохожу не через обычную таможню, а через специальную таможню, которая имеет право, ну, значит, досматривать вот эти вот и сертифицировать вот этот вот выход. То есть все это теоретически, ну, вполне себе возможно и довольно легально. Вот, есть еще один нюанс небольшой такой, да, что при этом, ну, который на самом деле все очень сильно осложняет, на самом деле, казалось бы, но важно начать, а потом уже, ну, будут, наверное, найдены какие-то выходы и варианты. Вот, нюанс заключается в следующем, что все участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать сейчас не менее 80%, ну, то есть 80% своей выручки валютной продавать на бирже. Ну, 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 20% во-первых остается нам с вами, вот, а во-вторых, ну, 80%, ну, 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 оно продается по текущему биржевому курсу. Текущий биржевой курс, вот он, сейчас я вам его покажу, он просто вот жестко, так сказать, за, закреплен буквально 104 рубля, 104 рубля за доллар, вот сейчас такой текущий курс. текущий курс золота сейчас давайте посмотрим на валютном рынке на международном рынке вот она золото 1914 долларов за одну унцию я уже посмотрел одна унция это 31 цента грамм то есть один килограмм это три унции золота три унции золота это получается ну если грубо 2000 умножаем на 3 6 тысяч долларов 6 тысяч долларов умножаем на 100 получается 600 тысяч то в принципе прибыль то не большая но давать не забывать что 20 процентов нас остается в долларах которые мы можем распоряжаться как-то но в виде наличных наверное их снять нельзя с одной стороны а с другой стороны а что нам мешает их оставить там может быть в этих самых арабских эмиратах и так далее здесь я не знаю нюансы но ситуация вот такая бредовая но буквально вот в ручной клади налегке самолеты сейчас вполне себе летают виза для того чтобы прилететь в арабские эмираты абсолютно не нужна и если этим заняться то наверное сказать ну есть какие-то шансы есть какие-то варианты и очень даже интересный бизнес и смотрите чем он хорош тем что мы помогаем своей стране с как бы с продажей золота с одной стороны с другой стороны с пополнением валюты и при этом зарабатываем почему нет очень даже хорошо и я думаю что все проблемы которые будут возникать но можно будет решить с государством вполне себе нормально и интересного такая казалось бы сначала бредовая идея но потом я посмотрел почему бы и нет и что такого вот ну и кроме того конечно же в арабских эмиратах там есть много всякой техники которые тоже можно попутно завозить сюда и искать и вполне себе на этом еще делать дополнительный бизнес но дело в том что так сказать там с налогами все очень даже неплохо и там какие-то экономические тоже сказать зоны какие-то и так далее но все знают что там электроника в принципе достаточно дешевая поэтому там можно оттуда можно завозить так дефицитные нынче всякие айфоны айпады прочее сказать телефона и может быть другое что требуется здесь и на этом получать дополнительную прибыль вот такая еще одна идея почему нет и все это вполне себе интересно напишите что вы думаете по этому поводу я буду еще какие-то идеи находить интересные буду рассказывать что-то и наверное буду рассказывать о том что же было из 90-х это тоже пользовалась очень ну большим интересом у подписчиков как все происходило в 90-е годы сейчас очень много параллелей с этим делом но тогда в 90-е годы ну какие были очень такие серьезные переломные моменты это первое гайдаровские реформы которые я застал и я очень хорошо это помню это было очень больно для меня по крайней мере вот и искать кроме того были что дефолт 98 года который я тоже пережил и который тоже был достаточно болезненный я все это помню и об этом я наверное тоже буду рассказывать как все тогда произошло и что получилось в результате но что я могу сказать что и в том и в другом случае жизнь не кончилась жизнь продолжалась все наладилось и вы помните что ну было тяжело было плохо и что за трудностями какими-то черными полосами всегда были белые также будет и на этот раз я очень сильно уверен поэтому не надо терять какого-то оптимизма не надо впадать в депрессию надо искать возможности поэтому подпишитесь на мой канал если вы еще не подписаны поделитесь этим видео с друзьями оставайтесь на моем канале лайк подписка и до встречи с вами был демитков юрий пока 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 не теряйте оптимизма все будет хорошо